Равните, пожалуйста, еще раз ваше уравнение с ньютонскими. Там в чем они отличаются? А что такое? Давайте его побыстрее там отщелкните. Так, еще, 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 еще. Равнение, давайте. Это ньютонскими? Да, это ньютонскими. А это в публике, там это что такое? Да это в публике, а это взаимные расстояния. Взаимные расстояния между телом. А масса почему направо пошла, а не налево? М на К в квадрате. Дальше, в следующую страницу. К в квадрате, как тут постоянно идет. Вот, где это расстояние, К в постоянное гаусс. Это ньютон. Это ньютон, в следующей странице. Вот следующая страница. У нас на дельта-и в квадрате, а у нас добавляется вот этот щелк. Фактически, вот В нулевое, умноженное на Р нулевое в квадрате, это тут почти по самому значению, по величине, совпадает с К в квадрате на Р и дельта. Нет, сейчас, извините, у вас параметров сколько, да? Р нулевое, и W нулевое, это как понимаете? W нулевое, это параметр, если, скажем, мы находимся на земле... Нет, нет, чисто формально, два параметра всего, два числа делим. Да, два числа определить нужно, и, нет, а координаты, координаты и скорость. Нет, чтобы получить ньютона, надо эти параметры положить чему? Надо их положить К в квадрате на Н в дельта. Ну, я просто вам напомню, вот такое извлечение План Кэрэр. Вот он, значит, рассказал, что ускорение равно силы, делённой на массы. Предположим, что ускорение мы можем измерить, но как измерить силу и массу? Если мы даже не знаем, что это такое? Нет, ну это, так сказать, философию можно оставить. Это не философия. Чисто формально, значит, два параметра введены, и получилось прекрасное совпадение с описанием астрономии План Кэрэр. Да, да. За 500 лет. За 600 лет. За 600 лет. То есть дальнодействие здесь присутствует. При возрастании скорости вы в реликтивизм так и не приходите. Вверху и быструю. Я не перехожу. Прешите? Да, да. У меня, собственно говоря, не вопрос, а в комментариях я немножко из другого сообщества. Я физика, а не математика. Конечно, математики могут заниматься чем угодно, решать те задачи, которые они считают нужным решать. Но с точки зрения физики, они тебе говорят, что вот эта теория может конкурировать с теорией относительности, мягко говоря, смешно. Это я с вами согласен. Сейчас, одну секундочку, разрешите, я закончу с вами. Дело в том, что даже если у вас там вот эти ладные, каким-то образом описывают эффект Олег, эффект процесса перегивания Меркурия, то на самом деле у вас, ваша теория гравитация, любая, она должна быть способна объяснить массу вещей, которые движения планет вообще не сводятся. Ну, есть известный эксперимент в Солнечной системе, это вот планет света, эффект Шапира есть, так называемый. Есть гравитивистские объекты, которые вы должны объяснить, есть космология, которую вы должны объяснить, есть гравитационные волны, которые уже непрямым образом открыты по измерению движения. И, понимаете, вот с точки зрения физики, вот то, что вы рассказывали, извините, немножко критичнее буду, вызывает ощущение, что вот пришел человек, и здесь в сарае начал из велосипеда собирать какое-то передвигающее средство, которое, как он утверждает, будет выигрывать чемпионат Формулы-1, как говорится. И, если вы не серьезны, то это может быть индивидуальный промоутеризация экрана в стране. Нет, с точки зрения математики, смещаем. Ну, эти теории относительности. Во-первых, проблема, если мы вводим массу, то сразу проблема гравитации сводится в целом взаимодействии. Взаимодействие не может мгновенно передаваться. Значит, присутствует ревитеризм. Раз, одно расходение следует относительно. Вы вступаете на опасную почву. Вот эти дискуссии не ваши. Может быть, нет. Идет о том, как удобнее интерполировать точные ревитеризмские данные простой формулой, поскольку у нас машины не могут считать по Эйнштейновской теории. Я так понимаю. Они-то считают нам дольше 2,5 раз. Считают нам. Подобные поправки мы, конечно, не занимаемся. Отлично, значит, сейчас машины считают, что могут получать те же самые ревитеризм. Вы не знаете, в отличие от теории относительности, вы не знаете пределов применимости. Вы не можете указать, где ваше уравнение становится неправильным. А в теории относительности это известно.